Что у нас будет на завтрак? Хлеб со злаками, немножко сыра, мазда, кусочки. Тут я хватила лишнего, аж целых три огурца. Ну, они маленькие, вот патроны, вот эти огурчики. Но целых три нарезала. Половинка авокадо, одно яйцо вареное, и то немножко орешка. Ну, так, посчитала, что это будет забалансированное питание. Я, конечно, это все не одолеваю за завтрак. Я половину порции съедаю, но потом у меня есть перекус. Вот, через три часа. Так что я вот остаток уже на перекус съем. Ну, заранее подготовила, по-моему, неплохо. Еще заварила чай. Вот только зачем я заварила чай, я не понимаю. Я его сейчас по утрам автоматически завариваю. Зачем, не знаю. Дело в том, что я чай без чего-то сладкого пить не могу. Ну, то есть мне нужно с чем-то его, там, не знаю, печенюшкой, конфеткой хотя бы одной. А так как сейчас я в таком режиме, когда, ну, нельзя, и ничего нету дома, понимаете? Потому что нельзя. Все вынесла из дома абсолютно. Все сладости детям отдала. Все вынесла. Вот. И, говорю, завариваю, а потом сажусь, когда кушать, думаю, а зачем ты его заварила? Ты его вышкид? Наливаю чуть-чуть. Выпью там два-три бляжка, и все. Ну, и то после еды. Так что сейчас у меня будет такая тарелочка, вот видите? И да, да, на балконе. На балконе. Давно я не вещала отсюда. Есть еще новость. Ну, такая не очень приятная. Я вот заболела. Заболела долго. Я держалась. У меня все дети приходят сопливые. Очень много детей подсаживаются онлайн. Очень многие приходят сопливые уже на урок, на просьбу одеть маски. Это бесполезно, короче. Ну вот, и они так заболевают все по кругу. Я держалась, держалась. Я была уверена, что я как-то проскочу. Нет. Не проскочила. Так что я сейчас завтракаю. Пью свои таблеточки. Мне приятного аппетита. И всем, кто за столом тоже приятного аппетита. Так, ну, декаприс-то хорошо. Нормально. Таких поникших нету. Здесь вот гордыня свежие листочки дает. Приятно. Вот такие красивые, свеженькие. Вот, алоэ у меня, алоэ, Вера. Ой, идемте мы с вами проведем экскурс. Я же на самом деле, знаете как, ну, немного забила на свой участок, на свой дворик. Ой, ну, в связи с чем, я вам сейчас скажу. В связи с тем, что я ходила, ну, сдавала анализы, потом по врачам, ну, все такое. И поэтому мне было не до дворика. Я даже фактически не убиралась во дворе. Но вот как-то так тепленькие деньки наступили. Да еще же холодно было. А вот тепленькие деньки наступили, и я подумала, ну, вот я сейчас выйду и перекопаю, все сделаю. И тут я заболеваю. Понимаете? Блин, горелая называется. В общем, что мне пришлось сделать? А работы было на самом деле много. Мне надо было все перекопать. Мне нужно было туечки свои из горшков пересадить. Потом у меня вот здесь висели гиацинты, засухшие уже вот эти луковицы. Мне сказали, что их нужно в грунт пересадить. Я давно должна была это сделать. Ну, вот. Короче, мой дворик дождался работы, но мне пришлось вызывать помощь. Точнее, я ничего на самом деле не делала. У меня просто есть девочка одна, которая, если что, вдруг по тяжелой работе, она мне помогает. Ну, вот в такие моменты, когда я чисто по здоровью не могу, она приходит мне помогать. Ну, вот она мне пособирала листья, перекопала там все, посадила туечки. Вот я, знаете что, от того, что я так в последнее время плохо относилась к своим растениям, они, естественно, мне дали ответку достойную. Вот у меня здесь была такая полянка цветущей герани. Сейчас это все такое убогое, жалкое. Клубничка моя тоже на меня обиделась. Ну, клубника такая, знаете, у нас говорят хаяссиска, да? Она, это как такая наглая, она все равно пойдет. Она пойдет, вот, моя облысевшая герань. Это еще ничего, я сейчас вам на балконе вообще покажу. Единственное, что мне нужно, обрезку сделать черной смородине. Только вот надо мне посмотреть, по осени делать ее или по весне. А это у меня здесь ветки финикового дерева, остатки финиковой роскоши. Вот тут это соседское дерево, оно мне сбрасывает листья постоянно. Вот ту и посадили, гиацинты высадили вот сюда. У меня было 4 гиацинта, вот так вот посадили. И здесь у меня такой красивый цветущий был оазис герани. Ну, в общем, такой уголочек красивый был. Ну, вот, в принципе, что осталось. Жасмин пересадили, у меня там в углу был жасмин. Пересадили его сюда. Вот. Ну, вот так вот все перекопали. Здесь, в принципе, без изменений. За исключением того, что мои растения... Ой, мои растения на меня, конечно, подобиделись. Ну, вот. Как-то так. И моя пышная герань, посмотрите, во что превратилась, видите? Ну, вот вчера поудаляли все уже такие нехорошие ветки уже. Листья желтые тоже поудаляли. Ну, вот. Как-то так. Она еще у меня... Она еще меня радует при моем отношении к себе. Еще меня как-то радует. А могла бы вообще сказать, знаешь, что... Иди-ка ты как можно дальше с таким отношением к нам. Видите? Какие у меня были пушистые кустики в горшочках. А теперь какие у меня залысины страшные. Ну, я очень надеюсь, что я больше так не поступлю. Я на самом деле просто была занята вопросами своего здоровья. Смотрите, я сейчас сидела, видите, как солнечные лучи падают на стол. Я сидела, мне так хорошо горела спина. У нас есть такой легкий ветерок. Небо такое облачное. Облака, смотрите, как быстро-быстро-быстро двигаются. Видите? Как перемещаются. А так особливо ветра нет. Вроде как не холодно, но такая переменная облачность вообще сегодня обещали. А, нет, сегодня же пятница, правильно, да. Сегодня у нас вроде солнечно. А вот завтра-послезавтра будут дожди. И деревню Гадюкино смоет. Вот так. Так хочется в себя прийти быстренько. И у ее елки забыли выбросить мусор. Ладно. Ой, ну, в общем. Видите, все, нету солнечных лучей, только что были. Ну, вот у нас переменная облачность. Такая у нас с вами сегодня бакинская погода. Легкие колыхания, солнышко. Непостоянное такое, то есть, то нету. А я позавтракала, посидела, подсышала воздухом. Сейчас зайду домой и буду монтировать видео. У меня тут случился такой казус. Табло на комбия аппарате у меня вышло из строя. Ну, не показывает правильные цифры. Точнее, я не могу увеличить, уменьшить температуру. Наверное, он держит одну температуру, что кнопки не работают, скорее всего. Ну, в общем, мастер с утра приходил. Вот обычно, к которому я обращаюсь, он у нас это, по всем делам, да, если что, мы его сразу вызываем. Он сказал, что он, в общем, это не по моей части. Дал телефон мастера, который поможет решить эту проблему. Ну, вот, вечером должен прийти. А дело-то в чем я, знаете, как, уже стала дома замерзать. Я чувствую, что холодно. В общем, стала подмерзать дома. Ну, решила включить теплые полы. Он не включается. У меня как-то зрители из России спрашивали, а что такое комбия? Нет, почему у вас там два радиатора? У меня в каждой комнате два радиатора. На самом деле, один радиатор чугунный – это государственное отопление, ну, централизованное. А другой – это уже частное непосредственно. Ну, вот смотрите, сейчас у нас уже холодно. Дома, например, холодно. Нам централизованное отопление еще пока не включают. У нас, это, с 1 ноября или с 15 ноября, я уже не помню. Но вот у нас в это время, если что, сегодня у нас какой, 28 октября, у нас холодно. А холодно у нас уже неделю дома. Да. Я поставила чайник. Хочу сейчас замочить полотенце кухонное в 8, в отбеливателе. Посуду помыли. Полотенце уносим в стирку. Тоже будем замочивать. У меня здесь лежат еще лекарства, которые я должна с утра принять, после завтрака. Скажите, как вы принимаете лекарства? Пишу такой список. Утро, день, вечер. Что до еды, что во время еды, что после еды. И вот так вот каждый раз, так у меня сейчас обед. Я так достаю этот листочек и смотрю. Ну и так всегда. Знаете, эта привычка, этот метод говорит о том, что прием лекарств превратился уже в привычку. Обычное дело, понимаете? Ну, хорошо, что это пока у меня курс. Надеюсь, что у меня ничего такого продолжительного не будет, но пока это курс. Ну, по крайней мере, мне врач так сказал. Мне врач сказал, что я молодец, что я сумела понизить диетой и ходьбой свои нехорошие анализы. А значит, ничего пока такого у нас не будет. Надеюсь, что вообще не будет. Потому что все время сидеть на лекарствах. Мне это так надоело. Я не говорю, что это постоянно происходит. Нет, конечно, конечно нет, естественно. Я вот эта вот корзинка, которая периодически вот... Ну, когда нужно, я когда посещала врача, да, у меня там... Она начинает наполняться, понимаете, разными препаратами. А потом ты ждешь, когда же она все-таки закончится, эта корзинка. Все, у меня чайник закипел, пошли делать дальше. Закончились все мои любимые полотенца. Остались только дежурные. Почему? Потому что... А все в стирке? Все в стирке. Ой, нет, ну, в основном в глажке. Там какая-то часть в стирке, сейчас я пойду замачивать. А в основном все в глажке. Вот. Так что, поехали. Буду замачивать белье. Очень мне нравится вот это средство, БОС. Ну, классно работает. Удобно вот так вот пересыпать БОС в такую емкость. Ну, вот есть такие емкости из-под молока, которые с ручками, да. Мне кажется, они еще удобнее. Ну, держать вот так вот удобно. Я сначала всегда его вот так вот кипятком развожу. Я, в принципе, даже воду не доливаю. Просто хорошенечко струю и вот так помешиваю. Я, честно говоря, даже столовую тряпку вот так вот замачиваю. И вообще все подряд цветные и не цветные. Я просто все туда отправляю. Ну, как быть, все-таки даже полотенца, ну что с ними будет? Правильно? Еще я никогда не стираю кухонные полотенца с каким-нибудь другим бельем. Потому что именно при стирке кухонных полотенц я не добавляю кондиционер. Поэтому всегда стираю отдельно. И лопаточка нам в помощь. Будем топить полотенце в отбеливателе. Нормально. Хорошо. Все. Все хорошо. Греет. Уже хорошо. Пол сейчас тоже прогреется. Мне только вечером надо мастера дождаться, с этим табло разобраться. Вот я тут как раз я сейчас... О, вопросы ваши. Я вот что забыла. Точнее, не забыла. У меня был вопрос от Юлии Румянцевой. Юляша, привет большой. Это моя тоже такая достаточно активная подписчица. Она у меня спрашивала по поводу тарифа на газ. На наш газ. Значит, Юля, смотрите. Уж извините, что так ответ затянулся. Но я как-то вот сейчас просматривала все вопросы вот в этой своей заветной книжечке. И вспомнила, что у меня там выписано, чтобы вам ответить на этот вопрос. Вот у нас на сегодняшний день составляет 12 копеек. За один кубометр. Раньше это было 10 копеек. Но у нас, знаете, есть определенный лимит. Ну, вот в чем заключается этот лимит. Смотрите. Если мы потребляем газ до 1200 кубометров включительно, то мы платим 12 копеек. Но если от 1200 до 2500 и там выше, там получается 20-25 копеек. Вот так вот. Я никогда не подсчитывала, на самом деле, сколько я потребляю газа. Я никогда не вела эти подсчеты. Потому что, знаете, как я... Ну, просто вот у нас же карты, вот эти вот карты... Ну, представьте себе, как проездные билеты, да, допустим. На эту карту мы загружаем деньги. Потом с этой карты мы... Через банкомат загружаем деньги. Потом с этой карты мы в счетчик вставляем. И эта карта загружает нам, ну, как бы... Ну, как это сказать? Контуры. Контуры на газ. Вот. И потом мы расходуем этот газ. Хорошо сделать это вовремя, потому что если не успеть, то счетчик... Например, когда газ заканчивается, очень часто счетчик попадает на код. Ой, а это тоже такая морока. Нужно идти загружать на карту исключительно один монат, не больше. И потом с этого моната производить там некие манипуляции, чтобы снять с кода счетчик и опять пришел к газу. Сколько раз такое было, что я прям под самую ночь оставалась без газа, не просматривала этот момент. И... Счетчик попадал на код. Вот утром стою такая и не поесть это самое, приготовить, не помыться, а просто умыться теплой водой. Ну, вот и дальше такое тоже было. Вот. Откровенно говоря, платить... Просто платить деньги непосредственно газовщику, который приходит и снимает показания, счетчика, вот мне лично удобней, вот правда вам скажу. Вот как мы это делаем за свет, например. Вот заплатила столько за потребление электричества, да. А вот когда вот так вот, потому что промахиваешься, забываешься и... Ну, я сейчас встала дополнительно, ну, после того, как я выгружаю все деньги на счетчик, то есть я перезагрузку делаю, я опять в банкомате быстренько загружаю, чтобы, по крайней мере, на карте всегда было. Но это тоже не есть хорошо, потому что вдруг ты опять-таки пропустишь этот момент, и у тебя газ закончится, счетчик может сесть на код, а тебя уже вот эти деньги не спасают, тебе все равно нужно конкретно загружать один монар. Это неудобно. Кстати, надо сейчас проверить, сколько у меня там осталось в этих проверках, из приятных, потому что нужно еще и стремянку установить, потому что счетчики вот так располагаются наверху. Вот этой кнопкой я могу проверить баланс. А, так у меня нормально, но я все-таки загружу. Так, мне нужно сначала встать карту, вот так сюда в паз, дождаться, когда пойдут черточки. Вот пошли, теперь я нажимаю на кнопочку и жду, когда пойдет обратный счет. Все, и вот пошла загрузка. Ну вот, видите, вот у меня баланс увеличился. То есть было там 25 с чем-то, сейчас 40 с чем-то. Вот так. Вынимаем карту. И все. Ну вот, такая вот у нас система газооплаты. Оплаты за энергию тепловую. Слушайте, я сейчас вспомнила, что я же делала кое-какие закупки, а я с вами не поделилась. А, сделала-то я их давно, вот показала во влоге, и все, и на этом все закончилось. Я сейчас с вами поделюсь своими закупками новыми. Цены я пропишу внизу под видео, вот, на все свои закупочки. Давайте распакуем. Главное, это мне так все нужно, но я так ждала, когда я, в конце концов, вам покажу, что я купила. И сейчас я уберу. Это я ночью. Ночью сопливила, хотя нет, сильно не сопливила. Вот днем сопливила, а ночью ничего так... Сначала, правда, было тяжело заснуть, потом заснула. Потом нормально. Все, идемте, распакуем. У меня сегодня какой-то такой чисто домашний влог. Знаете, так, влог в четырех стенах. В моих двух комнатах любимых. О, что у нас тут? Наверное, это... Сегодня тоже уже надо сделать. Да, сто процентов. Вот сейчас я сделаю, у меня же есть время. Сделаю. Что приобрела? Как я говорю, приобрела себе игрушки. Я купила такой диффузор. Это морской бриз. Вот палочки. Ну, здесь вот семь палочек. Таких самых обычных. Такая вот, такой бутылечек. Вот. Запах... А, сейчас обалден. Запах очень приятный, товарищи. Ну, здесь, знаете, как здесь на скотч наклеено. Вот, смотрите, вот. Видите? Вот так отрываешь. Ай, запах какой. Ой-ой-ой, какой запах. Очень приятно. Поставить в ванную. Чтобы так, ароматы такие были. Поэтому взяла именно морской бриз. Запах отпадный. Легкий, деликатный, такой мягкий аромат. Ну, прям, обалден. Я сейчас с вами даже разговариваю, и у меня в памяти вот этот вот аромат. Класс. А еще, я же очень люблю свечи. Я очень люблю свечи. Это Янки Кендалл. Это очень хорошая фирма. Это свечи, которые можно не бояться жечь. Они никак пагубно влиять на ваш организм не будут. Давайте я вас подвину. Чего это я вас так отодвинула? Чего еще у него я вас отодвинула? Я не понимаю. Вот. Вот такие вот свечи. Видите? Вот. А самое интересное, это... И я такого сочетания вообще себе представить не могла. Что может быть такое сочетание. Это лимон и лаванда. Вы представляете? Ну, я когда понюхала в магазине... Слушайте, это взрыв мозга. Слушайте, запах, аромат. Я со своим заложенным носом это чувствую. Вот реально ощущается и аромат лаванды, и аромат лимона. Лимонной кожуры. Так, знаете, когда вот кожуру так вот ногтем так раз, так вот соскребаешь, это аромат бьет. Мне что-то еще напоминает. Если что-то еще, я не могу понять, что. Ну, вот. Это для дома. Я взяла себе исключительно для съемок телефон. Вот. Пока F4. Это Xiaomi. Вот. Короче, вот. Я долго размышляла, что мне брать. Брать айфон или сяоми. Но дело в том, что вот я работаю на сяоми. Мне очень нравится. Очень мне нравится этот телефон на самом деле. Если бы не стала подкачивать в последнее время стабилизацию. Ну, вот я сегодня снимаю на эту камеру. Ну, на этот телефон свой старый. И такое ощущение, что стабилизация как бы наладилась. Я не понимаю, в чем дело. Что за глюки такие были у телефона. Просто сравнила, например, как снимает камера этого телефона. Ну, мне очень понравилось. Во-первых, стабилизация у него хорошая. Во-вторых, краски достаточно яркие. Да, и память тоже хорошая, 256. Ну, нормально. Вот у меня, например, на этом, на старом, там, 128. Ну, так что раз, подарочек себе сделала. Потом второй подарок. А дальше это вот, стабилизатор. Очень хотела стабилизатор я. Особенно, знаете, он мне нужен. Он мне дома на самом деле не нужен. А вот на улице, когда я хожу и снимаю, очень хочется, чтобы для вас картинка была такая красивая. Чтобы вас, в общем, ничего не раздражало. А я сама, как потребитель, как зритель, тоже понимаю, что раздражать может много чего во время просмотра. И звук, и качество съемки. Я все это прекрасно понимаю. А так как я очень сильно втягиваюсь в процесс съемок и вообще работа над своим каналом, то я понимаю, что мне нужно здесь тоже расти. Ну, вот. Так что, вот так. Сейчас покажу, как работает. Ну, пока у нас стабилизации нет никакой. Вот, я буду сейчас нажимать на кнопочку. Hello! Так что, будем с вами гулять в парке, снимать так, чтобы картинка для вас была красивой. Мне нравится. Есть положения разные. То есть я могу, вот смотрите, здесь есть кнопки переключения, да? Это кнопочка, это джойстик. Он может поднимать камеру наверх. Вот вниз опускает. Сейчас поднимает наверх. Потом вот так поворачивает. Вот так поворачивает. То есть очень удобно, когда, например, ты просто фиксируешь какое-то положение и не делаешь вот этих вот движений, несмотря на то, что это стабилизатор, понятно. Ну, тебе достаточно джойстиком работать. Это очень удобно. Еще удобно, у него есть такая возможность, смотрите, вот, привязать его к моему штативу. И, пожалуйста, ходи по комнатам, снимай. На самом деле, очень удобно. Я очень рада, что приобрела эту игрушку. И здесь еще кнопка включения. То есть непосредственно, мне не надо постоянно доотрагиваться до экрана, чтобы включать телефон. Вот, и я этой кнопкой могу включать-выключать. Ну, нравится. Нравится. Выключаем. Вот. И еще последнее мое приобретение – это штатив. У меня есть штатив очень хороший. Он очень мне долго служил. Он просто отличный. Он работал со мной во всех условиях. Я и в лес с ним ездила, и на море с ним ездила. Я его и устанавливала прямо в воду, чтобы снимать волны. Ну, в общем, это еще и на том, на первом канале я как бы показывала кадры. Но я его так уже затаскала, что некоторые клапаны у него уже не работают. У него вот эта подъемная ручка отломалась. Но я даже по сегодняшний день все равно его использую. Я его выбрасывать не буду, несмотря на то, что он старый. Потому что он очень высокий. И я могу поднять его буквально. Ну, я вам сейчас скажу. Он поднимается больше двух метров. Он поднимает. Ну, смотрите, у меня метр шестьдесят рост. И я, когда его полностью, все ножки раскрываю, полностью все модули, и еще полностью вытягиваю вот эту вот ручку. Он еще поднимается по спирали наверх. И я достать не могу до телефона, чтобы, например, его отключить или включить. Вот. Ну, как бы он такой массивный, хороший. Я брала его тогда за 120 манад. Брала я у нас в ЦУМе. Вот. А это я взяла чуть поменьше. Но это тоже хороший. Я так посмотрела. Достаточно крепкий механизм. Тоже хороший. Но почему взяла? Скажете. Вроде как у тебя есть. Когда я, например, снимаю какие-то кадры из кухни, и мне хочется, например, готовку, просто болтаю с вами во время приготовления, мне хочется поставить этот штатив на столешницу, так, чтобы он был выше, потому что так удобнее. И как бы панорамнее съемка получается, когда он выше. А когда он низко располагается, понимаете, он как-то так локально просто снимает. И мой тот штатив от того, что он большой, он не помещается между столешницей и верхним шкафом. Даже в собранном состоянии, полностью собранном состоянии он не помещается. Мне очень хочется именно, понимаете, вот такие ракурсы делать. И я часто использую подручные средства. Там коробку какую-нибудь, допустим. Коробка на коробку. Потом еще вот на чем сейчас у меня телефон стоит, на этой бабашке, которая вроде как бы должна была за мной вращаться, когда я разговариваю. А, кстати, 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 вот этот самый стабилизатор, но так как он будет работать с моим телефоном через приложение, вот, он также будет следовать за мной. У него есть такая функция. Я просто надеюсь, что от этого качество съемки не пострадает. Этот штатив, он поменьше. У него в собранном состоянии, по-моему, здесь 56, что ли, было написано. А мы с вами проверим. Пойдем. По-моему, 56. Но этот тоже крепкий. У него абсолютно те же функции. Абсолютно все то же самое. Он работает ровно так же, как и мой тот штатив. Просто у него так же здесь, точнее так, у моего того штатива три клапана здесь, здесь только два клапана. То есть я могу вот вытянуть только на столько. Видите, вот. А у того штатива еще вот столько. И плюс у него также есть подъемный механизм. Здесь вот эта вот ручка, которая там у меня отломалась. И я так подозреваю, да, что она вытягивается меньше. Потому что тот у меня вытягивался достаточно сильно. Да, тот у меня вытягивался больше. Но тут вообще мощный был, обалденный. В общем, этот штатив, это такая не мини, но упрощенная версия, минимизированная версия того моего штатива. Вот. Хороший я так посмотрела. Сейчас мне знаете, что интересно. Он мне там должен поместиться. Да, поместится, поместится. На столешницу должен поместиться. Еще должен поместиться телефон. Я все-таки промахнулась. Он, да, он лезет под верхние шкафчики, но без телефона. С телефоном он не залезет. Ну, я думаю, что я его как-нибудь вот так, крайней мере, в угол могу установить так, чтобы телефон был здесь. Ну, в общем, я на самом деле промахнулась. Ну, ничего страшного, потому что, ой, у меня все равно штатив нужен был. Вот мой там стоит этот, большой совсем. Я даже примерила, посмотрела, он все-таки большой. Ну, вот. Здесь я, пока у меня заряжалась камера, потому что у меня прервался с вами разговор, я прибежала, начистила себе картошку на обед. У меня будет вареная одна картошка, вареная. Вот. И у меня будет тунец. Вот этот вот иранский. А картошку я вымачиваю долго, часа два, вот так вот в воде, чтобы крахмал из нее лишний. И вышел крахмал. Все, я пошла делать себе укол. Так. Сделаем укол. И, о, у меня тут, о, мне еще с этим надо разобраться. Распаковочка закончилась таким бардаком. Вот. И перейти мне надо к этому счастью. Ну, это я быстро. Я сейчас этот включу, как его сериальчик. Вот. Поставлю стульчик и поглажу. А может быть, даже знаете, где поглажу? На кухонном столе. Да. А что нет? Можно. Ну, вот такой вот у меня будет обед. Тунец. Вот одна баночка маленькая тунца. И одна картошка вареная. Все. Мне приятного аппетита. Все такое блеклое. На белом столе белая тарелка. Сейчас дубль два. Ну, вот теперь другое дело. Ну, вот. Тунец. И вареная картошка. Мне приятного аппетита. Всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok